повесть о слепой праведнице надломленный цветочек яр высокое место на яру или как говорили в старину по яру расположилась старинная рязанская деревня пояркого правда старину поярком называли еще и шерсть овцы после первой стрижки и темную кору на березе остающиеся после снятия для плетения лукошек верхней белой коры и все это очень даже походит к деревне пояркого расположенной на высоком месте в низине которого паслись овцы и коровы а у подножия яра все еще растут старые воршливые березы с которых крестьяне когда-то сдирали белую веселую бересту и шли по своим домиком похожим на деревянные кубики разбросанная там и сям разыгравшимся младенцем в одном из таких кубиков и появилась на свет поле известная ныне как подвижница христианской веры пелагея захаровская родилась она 20 октября 1890 года на дворе стояла глухая осень золотой листопад превращался в медный а потом упавшие листья и вовсе расползлись по сырой земле грязной ржавчиной по утрам немного подмораживала и жухлые скучные травы серебрил озорной легкий и не начиналось предзимье полюшкины родители александр и наталья и явливы к зиме подготовились основательно урожай собрали сено заготовили хлева утеплили только покоя на душе не было хоть и работали они от первых петухов и до ночных перепелок но из-за нехватки земли жили бедновато дело в том что у них уже до полюшки народилась три дочери и только один сын а земля тогда распределялась по количеству лиц мужского пола потому у и явливых земельный надел был маловат да к тому же и малоплоден земля родит плохо жена родит хорошо только не мужиков ждал помощничка дождался девку слепенькую шевелился ропот в бороде у полиного отца да и наталья тужила понимала муждину печаль но помочь не могла рада бы пособить ему по хозяйству до хвори одолевают то одна то другая даже когда забеременела полей заболела невесть откуда взявшийся малярии тогда врач прописал ей хину которая стала причиной полюшкиной слепоты что ж ты наталья раньше то не сказала мне о беременности сокрушался после врач а натальи благополучно беременной уже пятым ребенком и в голову не пришло рассказывать о своем положении так по божьему промыслу и родилась поля слепенькой не сладко ей будет сказал узнав о слепоте своей сестры василий помыкается поленькая продолжила невеселый разговор старшая сестра феодора а полин отец закурил самокрутку задушил свой вздох горьким махорочным дымом что было говорить дело ясное помощницей дочка не станет есть самой помогать придется и вон какой слепенький комочек в люльке перекатывается и не мог видать александр что из этого слепенького комочка вырастет не только помощница но и спасительница многих людей не ведал александр и того что не обладая телесными очами можно иметь очи духовные о которых такому же простому крестьянину как и он хорошо сказал старец оптиной пустыни и яромонах даниил у человека есть и другие глаза и другие уши которыми он также может и видеть и слышать только не всегда когда его тело и душа находятся в особенном состоянии в такое состояние простые обыкновенные люди приходят только во сне отчего только во сне до того что мы люди плотские плоть свою развиваем и холим о душе нисколько не думаем способности ее не развиваем и даже не знаем какие есть у нее и способности то ты вот простой человек и вся думка твоя только о простом на хозяйстве а бабе о прибытке до хлебе насущном о чем твои думки о том и видение теми то твоими глазами которые видят только тогда когда твои телесные глаза спят а вот у угодников божиих которые ни о чем мирском и телесном не пекутся а всю жизнь посвящают богу у тех эти вторые духовные глаза открываются так что они мир духовный видят наяву как мы наши сонные видения таковой угодницей божией всецело посвятившись свою жизнь служению господу и людям стало впоследствии незрячая дочь крестьян и явлевых но до этого ей предстояло пройти путь скорбей притеснений и гонений путь который без терпения и смирения пройти невозможно а терпению полюшка училась с первых же лет жизни будучи еще не смышленным дитятей едва научившись ползать тыкалась она в углы крохотной комнатки в деревянном домике ударялась об угол глиняной печки или же просто а шершавую сосновую стену и не понимала почему ей становится больно а главное не знала не видела предмета который ударялась а потом вновь и вновь натыкалась на те же преграды которые причиняли ей боль но тем не менее претерпевая удары непонятного внешнего мира полюшка настойчиво училась передвигаться сначала букашкой ползала на коленочках потом вставая на мягкие ножки облокачивалась пухленькая ручка я стену и пыталась сделать первые робкие шаги мама как могла помогала ей в этом оберегала от падений но совсем уследить не могла много синеньких шишечек набила поле прежде чем научилась ходить но зато познала окружающий мир на ощупь через осязание через запахи и звуки беленая известью печка пахнущая глиной и сосновые бревна избы передавали ей ощущение земли и деревьев а пахнущие молоком руки матери пробуждали чувство нежности и радости от соприкосновения с ними а звуки ох лучше бы их не было перебранки сестер ворчание брата и окрики отца стали для полюшки больнее чем удары об угол печки или а стенку и лишь когда утихнет все в доме любила она слушать шелест маминых молитв о какими нежными какими теплыми казались есть слова свет не вечерний свет незакатный свете тихий ты си истинный свет просвещая и освещая всяческие маменька расскажи мне что это за свет который освещает всяческие осторожно спрашивала малышка слушаясь молитвы бог это поленька бог он наш свет без которого мы ничего не можем видеть ни вокруг себя не в себе значит во мне бога нет раз я ничего не вижу дочь а ну что ты такое говоришь бог он везде есть а открывается только тому человеку который любит его как самое самое лучшее что есть в жизни тогда этот человек может видеть самое главное даже если он слеп от рождения а впрочем тебе еще рано думать об этом спи дочка спи ошибалась наталья михайловна рассуждая о раннем полином желании думать о боге о чем же еще ей думать как не о самом-то самом лучшем а раз самое лучшее это бог то о нем и размышляла полюшка и презрел на нее господь когда поле исполнилось три годика она вдруг закричала вижу свет охнула ее мама хмыкнул отец ухмыльнулся брат а сестры и вовсе рассмеялись а нас ты видишь а стол а табуретку раз у тебя глаза закрыты не можешь ты видеть ничего но не могла сказать не находила таких слов полюшка чтобы объяснить что за свет увидела она то ли это ангел божий явился и то ли просто беленную известью печку увидела она то ли просто беленую известью печку увидела она через приоткрывшиеся на мих веке ничего не сказала смолчала малышка так и не открыл сокровенную тайну но с этого времени появился у поле дар прозорливости дар видеть то что она по человеческому разумению никак не могла видеть но все-таки видела или что что видели все полюшки познать не удалось слепота не оставила ее потому не провожала на долгим взглядом пушистое закатное солнышко и не встречала его по утрам любуюсь на зарю которая перистых облаках бывает похоже на огромного красного петуха не радовала ее нежность первое едва на родившейся зелени не наводила на грусть осенние умирающие листва лишь бывало зимой сестренки анька саша и федорка вернувшись с улицы рассказывали о том что снег белый что из него можно слепить снежную бабу а летом же пуще всего они обсуждали любимую игру прятки рассказывали как собирались вместе с подружками и шумной горьбой шли к угрюмому оврагу заросшему мелкими кустами с веселой листвой выбирали водилу а сами прятались в этих кустах поле очень хотелось поиграть в прятки так хотелось что даже в носуще катала только она мечтала быть водилой чтобы искать а прятаться и совсем не хотелось и сестренки стали братья с собой ведь они не любили быть водилами они любили прятаться ах как рада она была полюшка потолкаться среди детишек а детишки радовались возможности подшутить над ней и все шутки прощала им поле лишь бы подольше поиграть но со временем над ней стали подшучивать как-то несуразно то позовут цветы рвать а сами в жгучую крапиву заведут или в рощу заманят а потом отойдут в сторону и попрыскиваясь мешком смотрят как она спотыкаясь и падая бредет по бурелому полюшка чувствовала что к ней стали относиться как-то не по-хорошему переживала но оставить игры не могла но вот однажды дети завели полю в овраг а потом за своими играми и забыли про нее долгое время провела там слепенькая девочка пока ее озявшую испуганную заплаканную не привели домой с той поры поникло поле как надломленный цветочек перестала играть на улице стала сторониться своих сверстников возилась себя около дома одна одинешенько сестренки убегали с подружками за околицу и лишь престарелые соседки и явливых выходившие посидеть на лавочке у заваленки да посудачить о том осём присматривали за слепенькой девочкой но однажды не заметили как она очутилась на дороге перед стадом коров впереди которого шагал огромный грозный бык с кольцом в носу этого быка побаивались даже пастухи потому и прицепили к носу кольцо чтобы если потребуется укращать его буйный нрав за это кольцо если бык начинал буйствовать его привязывали к столбу соседки ахнули когда воинственный бык нагнул голову с короткими крепкими рогами пошел прямо на ничего не подозревающую полю шах еще шах вот-вот он собьет маленькую девчушку рогами и затопчет копытами но остановился вдруг грозный бык обнюхал полю лизнул как бы поцеловал ее и спокойно умиротворенно пошел дальше женщины которые видели это не могли поверить своим глазам как могло воинственное несмысленное животное проявить ласку девочки но будучи верующими людьми они мудро рассудили полюшку сам бог бережет а поля придя домой рассказала маме что ей привиделась дева соткана из нежного ласкового света она взяла полюшку за руку увела с дороги и сказала отныне ты должна благодарить моего сына за милость его к тебе и что же ты ответила спросила мама у которой от этого известия на сердце разлилась теплота ничего я только спросила как надо благодарить ее сына промолвила поля а дева ответила что я не должна унывать а должна молиться и не есть мясо случай с быком произошел когда полюшке исполнилось 12 лет с того времени и начинается ее осмысленная жизнь во христе девочка перестает есть мясо и все чаще размышляет о самом лучшем что есть на свете о боге но все это маленькая христианка делает не на показ внешне ведет себя по-прежнему не чураются семейных разговоров занимается уединенными детскими играми любит погулять на улице около дома но при всяком удобном случае просят отвезти ее в храм на службу в их деревне жил крестьянин иван козлов который был певчим иоанна богословской церкви что находилась тогда в соседнем селе хавертово прослышав о полюшки нам желание он стал брать ее в эту церковь и учить пению на клиросе полин наставник понимал что поля никогда не будет певчи в храме потому что речь ее от роду была нечеткой или как говорят гунливой но мудро он рассудил полагая что для девочки очень важно деятельное участие в богослужении иван козлов не ошибся церковное песнопение слушание святого евангелия псалмов молитв наполняли полину душу благодатью и просвещали ее не видела она не мягкий свет лампад не кроткий свет свечей не светозарная паникодила другой свет представлялся слепенькой девочки и она знала что это за свет свете тихий это христос матерь света это богородица свете светлый ангел-хранитель слепая девочка видела самое главное видихом свет истинный приехал духа небесного шептали полюшкины устав в конце литургии незаметно проходило время богослужения возвращалась она домой и вновь слышала разноцветные подшучивания сверстников и черные упреки брата василия что попусту в церковь то ходить угрюма ворчал он и получал ты там на паперти проси подаяние тогда хоть какой-то толк будет а поле и не перечило можно и подаяние просить на паперти лишь бы поближе к церкви быть тем более что на паперти можно славно благодарить господа за каждый грошек за каждую ржаную корочку там так хорошо думается о милостях небесных однако не могла не размышлять полюшкой о земном хотелось ей видеть что-нибудь белое о чем она слышала из разговоров белые облака белые березы белые ромашки или хоть например белую овечку так сидела однажды полюшка на лавочке около дома и размышляла о белом как вдруг что-то живое мелькнуло в ее глазах и хотя она не знала какого он белый цвет но сердцем почуяла что это он он но почему он живой мягкий пушистый почему мечется туда-сюда и блеет как овечка почему вокруг него какая-то холодная сырость похожая на ту которая была в овраге где ее оставили одну из оцепенения полю вывел громкий разговор соседки катерины с ее матерью наталья у меня слышь кручина появилась говорила соседка овечка моя белая пропала где искать ума не приложу и вдруг осенила полюшку никогда не вступавшая в чужие разговоры она вдруг вскричала боясь что ее не услышат во враге во враге тетенька идите скорее туда бросилась к ней мама стала лобик рукой трогать уж не горячка ли у тебя доченька а катерина задумалась вспомнила историю про быка поразмыслила да и пошла в враг хоть и было она там уже но до лишний раз ходить не помешает и точно подходя к врагу услышала женщина жалобное блеяние своей овечки да полька то наша наверное прям избранница божия подумала она потом по секрету рассказала об этом случае на ушко своей знакомой а знакома еще одной так и пополз от ушка к кушку слух о полюшкиной прозорливости сорочь евраки отмахивались от этой новости мужики но когда потерялась у одного из них лошадь он все-таки сходил к поле на всякий случай сказала она ему где лошадку искать опять же на всякий случай он сходил проверил и нашел свою сивую кобылку только не мужицком характере рассказывать об этом по секрету и когда спрашивали как он смог отыскать заплутавшую лошадь то задумчиво отвечал благодаря богу но все лето знали что он ходил к полюшки а некоторые прямо говорили что-то подсказала ему где его кобыла однако большинство считала этот случай простым совпадением по-разному относились полюшки и в родной семье наталья по-матерински жалела ее но время для общения с дочерью не находила слишком много хлопот было по хозяйству четыре часа утра вставала она чтобы растопить печь и приготовить в ней еду для семьи и корм для скота работа по дому саду огороду труд на поле и частые болезни истощали ее потому не находилось сил для воспитания своих детей но материнское сердце чувствовало что поле хоть и слепенький но особый необычный ребенок тревожилась наталья за ее будущее предугадывая тяжелую судьбу дочери полин отец и брат васи были пахарями тяжелым трудом горько соленым потом добывали хлеб для семьи поскольку землицы и явливых не хватало им приходилось наниматься батраки обрабатывать чужую землю отец постоянно жалел что помощник у него был только один жалел я поле нам рождение кому она будет нужна после моей смерти думалось ему порой ваське на в тягость сынок то и вон какой запальчивый с досады даже сестер может побить василий не был жестокосердным но в запальчивости и прям мог побить сестер а больше всего раздражало его поле когда наезд и щита у нее из ложки проливаются и хлеб из рук выпадает а когда по дому тычется так вещи всякие задевает на пол сбрасывает не поесть не прибраться как следует не может только и знает что бездельничать да по церквям шляться да еще провидицу какую-то из себя строит и чего только ходят к ней люди чего выпытывают слепую девку о каких-то овцах до лошадях об урожае или не урожае пахать надо до седьмого пота они лясы точить об урожаях из родных полюшки никто не верил в ее духовное дарование прозорливость может и прямо умеет полька что-то разгадывать по случайности думали они мало ли какие совпадения бывают вот уж воистину как говорится в евангелии не бывает пророк без чести разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем между тем поле за советами стали приходить верующие женщины даже из соседних деревень больше всего конечно задавали вопросы житейские в особенности о заработках кормильца семьи и хотя они искали прежде земного они небесного блага но искренне верили что божий промысел простирается и на житейские дела будучи сама из бедной семьи полюшка понимала и близко к сердцу принимала крестьянские заботы в то время в деревнях жили не только сельскохозяйственным трудом но начиная с осени после уборки урожая уходили на заработки в города кто-то устраивался работать на заводе или фабрики кто-то находил иную работу извозчиком дворником или сторожем некоторые создавались свои трудовые артели плотницкие строительные в городах всегда требовались рабочие руки работающих по найму в осенне-зимний сезон крестьян особенно притягивала москва не избежали этой тяги и крестьяне михайловского уезда захаровских вороньих выселок и же славля жокина плахина находились такие мужички которые уходили на заработки в москву большинство же трудилась поближе в рязани в туле в скопине но найти работу в городе удавалось не всегда и даже устроившись не всегда удавалось заработать причины были разные то болезнь одолеет то хозяин обманет помыкаются такие неудачники в городе помыкаются и еле еле душа в теле домой возвращаются вот и стали некоторые крестьяне из близ лежащих поярка усел посылать джонг полюшки чтобы узнать стоит идти на заработки или нет но это так на всякий случай потому что даже если она не советовала уходить все равно шли только замечать стали что поля точно угадывала кто заработает городе а кто попусту проходит и вновь делились люди на тех кто говорил что есть у нее от бога дар прозрения и тех кто считал это случайным совпадением а полюшкой не собиралась никого в чем-то убеждать не крестьян который узнал о ее советах не поступают соответственно им ни своих домашних не верящих в ее дар провидения тем более не пыталась она убеждать саму себя в том что она божия избранница куда уж мне до избранничества кори даже на клиросе петь не гожусь дар общу все время на свою слепоту размышляла поля а если господь и подсказывает мне ответы на вопросы так это наверное он просто жалеет меня слепую ни к чему не пригодную но что могла то и делала маленькая подвижница молилась да по завету светоносной девы благодарила бога за его милости молилась по памяти ведь молитвы запоминались легко потому что слова в них светлые пресветлые но слов не находилось когда надо было к маменьке или к отцу подступиться рассказать о горестях своих когда кто горько обидит или ушибется больно только немые слезы текут из слепых глаз правда как перестанут слезы течь так и слова находятся пробиваются они словно лучики солнышко сквозь тучку но слова эти не такие какими все разговаривают и к отцу иному к небесному и к матери иной тоже небесной царица моя приблагая надежда моя богородице приятелище сирых и странных предстательницы скорбящих радости обидимых покровительницы зришь и мою беду зришь и мою скорбь помази мияка немощно а карми мя яка странно обиду мою виси разрешит у яка воли ши печально шептала слепая девочка молитвы полюшка старалась запоминать всеми силами и в церкви дома когда мама с сестрами молились особенно любила она оставаться вдвоем со своей старшей сестрой феодоры сестра часто читала и вслух евангелия и псалмы а еще федора читала вслух книжку про батюшку серафима который просиял яка луч присветлый вечного солнца правды и тогда полюшка мысленным взором видела как оставляет юный прохор отеческий дом расставаясь с родителями как оставляет мир постригаясь монахи с именем серафим как проходит подвижнический путь затвором и молчание как по повелению божьей матери выходит батюшка серафим из затвора и становится утешителем унывающих а вразумителем заблуждающихся врачом и целителем болящих тогда как бы предугадывая свою будущую судьбу стала просить полюшка у доброго батюшки помощи и утешения и не оставил ее теплый молитвенник батюшка серафим всегда сопутствовал поле которое также как и ему довелось оставить отчий дом и уйти в затвор чтобы выйти из него духовно способной на утешение унывающих и вразумление заблудших шло время полин брат женившись привел свою супружницу лизу в дом она стала в нем полновластной хозяйкой настроила васю на то чтобы прогнать полю из дома твоя сестра только мешается здесь назойливо нашептывала ему лиза и ест задарма пусть раз на такая верующая ей бог помогает на подаяние пусть живет полюшка и сама понимала что их семья живет бедно и что она зазря хлеб ест отец и раньше то полю мало замечал а последнее время как стал прикладываться к рюмке так словно совсем забыл о ней мама часто болела не было у нее сил на полю федора вышла замуж и переехала жить соседнее село жокина может к ней хоть на время перебраться а там видно будет подошла поля к маме спросила что делать как быть смирись доча походи по церквам помолись даст бог люди тебя не оставят а я что-то совсем плохо стало ни на что сил нету чем я тебе помогу мне самой нужна помощь и смирилась полюшка со своей участью и стала ждать удобного случая чтобы уйти из дома однажды поля сидела на заваленке и задумчиво пересыпала из ладошки в ладошку теплый июльский песочек вспоминала как вчера на исповеди сказала отцу василию что ее гонят из дома да и сама она хочет уйти пожить у своей сестры федоры в селе жокина только вот не знает как добраться туда а просить кого-либо из родственников о помощи боится вдруг не одобрят ее намерения заругают накричат одна надежда на господа надежда и вера его помощь и заступление а батюшка шершавый как сосновая кора ладонью погладил полю прижал к себе благословил и сказал вера и надежда да прибудут с тобою ласковый батюшка хороший так размышляла полюшка пока не услышала тоненький скрип открывающейся калитки и осторожное перешептывание каких-то двух девочек вон сидит на заваленке наверное она но иди иди чего ждешь нет лучше ты первая и вдруг полюшки что-то всколыхнулась громким эхом отозвался в ее душе робкий шепот девочек вера надежда заходите я вас жду сама не знаю почему вскрикнула она девочки оторопели нам полька нужна слепенькая растерянно промолвила одна из них которая была в длинном расширенном книзу платье похожим на веник так это я и есть а как же ты нас увидела колеслепенькая как узнала имена наши недоверчиво ехидно спросила осмелевшая девочка я вас не увидела а услышала а имена случайно как-то угадала живо отмахнулась от вопроса полюшкой даже рассмеялась я ведь в жмурке до угадалки самая лучшая водила девочки заулыбались и подсели к ней на заваленку знаешь полька опять повела разговор девочка в длинной юбке ты ведь и вправду угадала наши имена меня веркой зовут а мою подружку надькой мы из жокина пришли наши отцы в скопин на заработки уехали да что-то долго не возвращаются сенокос вот-вот начнется их все нет и нет вот наши мамы и послали спросить тебя не случилось ли чего плохого глубоко задумалась поля стала слушать свое сердце но билось размеренно ровно спокойно ничего не потревожилось в ее сердце от вопроса девочек ничего не помешало ей тихо ответить вернуться ваши отцы живые и здоровые вот и хорошо спасибо тебе полечка спасибо а то мы так волновались так волновались ласточками защебетали девочки послушайте там в жокина у меня сестра живет прервала их поле хочу навестить ее возьмите меня с собой проводите к ней так ведь туда идти больше пяти километров в раздумье сказала надя больше часа ходьбы а с тобой и все три часа протопаем да еще дорога неровная то в горку тут горки затем на можем не успеть а в потемках с тобой совсем тяжело будет зато втроем веселее вдруг громко и твердо заявила вера а потом вспомни надька как твоя мамка говорила что у нас ангелы есть которые хранят и оберегают на всяком пути конечно будем молиться ангелам и ничего с нами не случится подтвердила полюшка тем более батюшка николай благословил меня идти в жокина да еще сказал что вера и надежда прибудут со мною девочка платье веники как и при встрече недоверчивой даже ехидно посмотрела на полю хотела подшутить но задумалась и промолвила тихо иди уж собирайся молитвенница обрадованная полюшка поспешила в избу отец брат и катерина работали на поле окучивали картошку анька и сашка помогали им вырывая из борозд высокие сорняки дома была лишь мать которая готовила обед гремя у жаркой печки ухватом и чугунками подошла к ней поля и рассказала что хочет уйти с девочками в жокина и там остаться у сестры федоры повздыхала наталья повздыхала да делать нечего собрала нехитрые пожитки и благословила дочку в дорогу провожая долго стояла на крыльичке вглядываясь большие облака на горизонте которые медленно наливались густым сливовым цветом как бы дочь не пошел тревожно думала она слепенькая дочка и так с трудом ходит а по скользкой дороге и вовсе не сможет идти будь милостью к ней божий илья пророк не пускай на небо громок с простой молитвой в простом сердце стояла на крыльичке наталья а между тем девочки весело болтая были уже далеко за околицей полдневное июльское солнце светило ослепляюще ой как светит как светит переговаривались верка с надькой прям глазам больно и почему это у них от света глаза болят думала поля ведь батюшка василий говорил что без света всякая жизнь на земле прекратится потому что свет от бога а пусть мне будет больно прибольно но хотя бы раз увидеть солнышко и вдруг полюшка почувствовала запах о вражьей сырости только сейчас не белый овечьий комочек мелькнул у нее в глазах а какая-то огненная ломаная линия упавшая с высоты грянул гром девочки испугались поля поленька побежали скорее назад закричала надя гроза собирается не дойдем мы с тобой до жокина пропадем на этой дороге а полюшка мыслями было уже с федорой которая так хорошо читает псалмы о живущем в помощи вышнего которого господь заповедает ангелом чтобы они хранили его на всех путях а я разве не живу помощи вышнего подумала она и вдруг почувствовала какую-то силу влекущую и вперед зачем-то светлым белокрылым и ласковым не бойтесь девочки дойдем легко дойдем у меня же ангел-хранитель есть звонко воскликнула она и радостно засмеялась вера и надя удивленно посмотрели на поле и вдруг заметили что лицо ее просветлело и глаза будто бы приоткрылись ошеломленные девочки пошли дальше ведя слепую спутницу за руку хотя и вести то ее стало не обязательно она уверенно шла вперед словно хорошо видела дорогу а между тем пошел дождь и хотя он лил как из ведра редкие капли попадали на девочек дождь шел полосами и почему-то не задевал дорогу по которой они шли вдруг маленькие спутницы добрались до жокина и полюшка наконец-то попала в объятия старшей сестры да что ж это такое зачем же ты решилась прийти в такую непогоду испуганно заговорила федора прижимая к себе полю но вдруг осеклась как же так на улице проливной дождь а ты вся сухая ничего не понимаю а мы шли за каким-то странником я подумала что он из жокина может ты его знаешь у него светлая присветлая одежда и какие-то большие тоже светлые лопухи за спиной и он вел нас такой дорогой на которую дождик не попадал какие еще лопухи за спиной федора от удивления присела на табуретку замерла потом очнулась хотела еще что-то спросить но слов не находилась подошла к божнице затеплила лампадку взяла с полочки молитву ангелу-хранителю и только после этого заговорила поля давай помолимся твоему доброму страннику хорошо было полюшки в доме любимой сестры но недолго пожила она у нее муж федоры уходивший на заработки в москву нашел там постоянную работу и настаивал на переезды жены к нему она не стала перечить мужу и стала готовиться к переезду как не тяжело было полюшки возвращаться домой однако делать нечего в москве муж федоры снимал такую маленькую комнатку что для поли даже уголка не было да и сама она не стремилась никуда уезжать тем более в город деревенскую землю как родную мать она знала на ощупь живой была для поли эта земля даже падая на нее с размаха полюшка не уж и не ушибалась а как будто в объятия попадала город же представлялся и чем-то каменным и угловатым обо что легко можно пораниться а упал и голову разбить нет уж лучше терпеть обиды чем пропасть в каменном мешке и поля возвратилась свой дом вновь терпела она попреки брата из-за куска хлеба и ворчание его жены из-за тесноты в избе где слепая девчонка постоянно под ногами мешается не дает дела делать томилась полина душа как птица в клетке и ждала воли да не той о которой птицы в настоящих клетках мечтают а о той о которой ей мама все время говорит о божьей воле на все божья более думала полюшка подожду ее потерплю часть 1